Периметр у нас запенен. Результат? Девять штук вчера играли в догонялки по балкону. Я не решилась на убийство. Бегали и резвились. Это тараканы в квартире Натальи Кирилловой на Фучика 42. За 13 лет в соседстве с насекомыми жительница превратилась в настоящего натуралиста. Вот фотоархив. Это личинка тараканы. Это снято у меня на балконе, вот на этот телефон. Такая коллекция тараканов собралась только за одну ночь. А там один выживший был, он их кушал. Он их кушал. Тараканы у вас дома прямо? Да. Сегодня такой картине удивлялись и представители Казанской госинспекции, управляющие компанией и Общероссийского народного фронта. Жильцы даже не помнят, когда в последний раз проводили диротизацию. Они очень быстро бегают, размножаются. Никакого толка нет вообще с наших жалоб. Подъезды не обрабатываются ни разу. Но вот управляющая компания говорит, что за последние три месяца травила непрошенных гостей два раза. Тогда откуда они берутся? Коммунальщики разводят руками. Проблем много может быть. Когда продухи были открыты, там птицы залетали. Был помет, может быть, умерли птицы. Там просто помещение, оно где-то полметра, и туда не залезть, не пройти никак. Это какого размера должен быть таракан, чтобы можно было различить все вот эти вот, я не знаю... У меня не очень хорошая камера на телефоне. Все выпуклости на таракане, я не знаю, сантиметров два-три точно. Вот этот вот живет в нормальной квартире в современном 21 веке. И такая ситуация практически по всему городу. Специалисты по диротизации не удивлены. В день до 20 выездов и 15% из них в новостройке. Пытаются уничтожить отдельно взятую, то есть в отдельно взятой квартире особей. А соседние квартиры, которые тоже заряжены, оставляют без внимания. Коммунальные службы заботятся в первую очередь о общедомовом имуществе. Но вот эксперты говорят, что именно коммунальщики проморгали, как усатые заполонили дом. При этом графа диротизация в каждой счетх фактуре. Никакой диротизации здесь на протяжении очень длительного времени вообще не было. И вот только после того, как граждане стали обращаться, после этого они что-то начали делать. Вот думаю открыть ферму, как вы считаете, мне дадут кредит. Они уже не верят, что попрощаются с усатыми. Но вот Казанская госжилинспекция пообещала, непрошенных гостей выведет. Альбина Минибаева, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань.